Приветствую, друзья! По вашим многочисленным просьбам иду к новому жилому комплексу, который находится на Черемушках. Посмотрим, что же там все-таки сломали, украли. Пообщаемся с местными жителями. Честно говоря, я бываю на территории этого комплекса часто. На спортивной площадке занимаюсь спортом. И лично сам видел, что детвора, подростки ведут себя не очень хорошо на площадках. И не только на территории этого жилого комплекса. На других новых тоже. Я считаю, что здесь должны принимать участие в воспитании в первую очередь родители. Дети должны следить хотя бы из окна, поглядывать иногда, как себя ведут их дети. С детьми нужно общаться чаще и воспитывать словом, правильным словом. Добрый день. Я слышал, что где-то здесь что-то сломали, да, на площадке? Не, я первый раз слышу. Не, не знаете? Даждый день сюда хожу, но не слышу. Я вас понял. Может, там дальше идут. Я далеко, правда, не хожу. Тут же два пролета, там и тут. Где-то, может, что и сломали. Подскажите, а как себя дети здесь ведут? Дети как себя ведут здесь? О, тут нормально. Нормально? Бывает такое. Прыгает. Вот это столик стоит шахматный. На стульчик становится. Подпрыгнет и на стол прыгает. Я сделал замечание. Ну, ничего так прошло. А так вообще лазят кругом все. Ну, как дети обычно. На тренажерах лазят тут тоже кругом. Ну, а чтоб так безобразничали, я не видел. Нормально было. Я вас понял. Как дети ведут себя. И детвора, я так понимаю, что здесь обычно по вечерам, да, больше гуляют? По вечерам тут часов так до семи, наверное. Много детей, да? Детвора тут и взрослые, и дети, и сами дети. А потом никого. И сейчас тоже. Вот еще раз. Днем, да. Днем никого, я знаю, да. Ясно. Спасибо вам. Нормально. Хорошо, спасибо. Всего доброго вам. Вы сами слышали, друзья, что дети прыгают и на шахматный стол залазят, и на лавочки. Поэтому все вот так вот и ломается. Площадка здесь выглядит чистой. Я просто чаще всего бываю на этой стороне двора. Но сам лично видел, конечно, даже вчера, видел, как дети катались на велосипедах по газону. Сейчас пройдемся к ребятам. Парни, привет. Как дела у вас? Все хорошо? Не против, что я буду снимать? Если я буду... Да. Да, не против. А вы не слышали, что здесь произошло? Там где-то сломали площадку, что-то украли там. Нет? Просто, скорее всего, это где-то там, на той стороне произошло, да? Не знаю, мы занимаемся. Правильно, молодцы, молодцы. Я сам здесь занимаюсь часто. Воккаут можете загуглить. Я занимаюсь этим спортом. Достаточно долгое протяжение. Молодец. Меня Игорь зовут. Меня Родион. Очень приятно. Как вам вообще площадка? Как новый ЖК? Мы очень четко сделали. Вы местные сами, да? Да. Получили квартиру, родители? Вы просто приходите откуда-то, да? Рядом. Ясно. Вам нравится все, да? Да. Отлично. Счастливо. Посмотрим площадку чуть выше. Но здесь, судя по всему, все целое. На волейбольной площадке сетка целая. Дверь на площадку открыта. Свободно могут ребята заходить и играть. Прогуляемся на другую сторону двора. На этой площадке все целое. Не очень чисто. Видно, что мусорят. Здесь сетки на воротах целые. Баскетбольное кольцо сломано. Одно. На этой стороне кольцо согнуто. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слышал, что здесь на площадке где-то что-то сломали, что-то украли. Сегодня отремонтировали. А, уже отремонтировали. Урековцы, да. Были. Молодцы. Единственное, что стояло по две урны за каждой лавкой. Да. Они уехали и осталось по одной почему. А я их управлял лично с балкона, с первого этажа. Стоял, курил, видел. Ну, что я знаю. Ясно. То есть, уже отремонтировали. Это на этой площадке было, да? А вон там, вы видите, крайняя лавочка. Да, вижу. С той стороны ее покрасили. Вот этот коник, велосипед этот был отломан. Стоял, там, в лифтовой убрали. А кто это сделал, неизвестно. Мужик проезжал. Нет, я имею в виду, кто здесь вандализмом занимался. Да, ну, здесь людей. В каждом подъезде, может, по пять семей. Лифты не работают, люди не могут. Полиция должна хотя бы пару раз за вечер проезжать объезд делать. Согласен. Ни одного полица я ни разу не видел. Тут они и квасят, и вон сейчас. А кто? А, вот эти вот подростки, да? Четыре мопеда, гурчат, тут гонки устраивают. Это же не улица, это двор. Ну, что, брать брючок, посадят. Такие вопросы должны решать органы, конечно. Ни одного знака нет. 40 километров. Даже легковые. Вроде мужик за рулем лет 50, а идет 80 по двору. Вот так вот. Будет знак. Можно сфотографировать, скинуть куда-то. А так что? Я понял вас. У нас мужиков практически здесь нет таких, с которыми можно выйти. Вот что они, вот они сидят с костылями. Что эти, что вон они сидят. А те, что нормальные, еще не заселяют. Ясно. А с заселением тянут. Верехлифты не работают до сих пор. Единственное, микро-район, который по городу. И плюс... Вы имеете в виду, что в других микро-районах уже работают лифты? Да, ну... В чатах мариупольских там выкладывали, что единственный микро-район. Они убираются, они... Лифты не работают, а требуют заселения. Ходят, проверяют, живут, не живут. А как они на 8-й этаж затянутся в логиле? 500 рублей. До 5-го 500. До... И займать транспортные средства, если нет документов. Вон, ни одного номера, ни у кого. Да, да. Дети... Ну, пока мало детей. Летом было много детишек. Из частного приходили на площадку. Ну, бегают же. Что за ними, ну, смотришь, они летают тут. Хорошо, спасибо вам за информацию. Всего доброго. Всем привет, друзья. Как дела? Все хорошо. Все отлично. Молодцы. Не знаете, кто ломает площадки здесь? Нет, не знаю. Они пытались найти? Пытались, ничего не получилось. Да? Да. Завал. Это ночью происходит? Да. Как это? Да, ночью, ночью. А вы местные сами, да, отсюда, ребят? Они, да, мы не... Как же так? Для людей делается это все, а какие-то твари, да? Вот так вот поступают. А то что, ставить камеры здесь? Говорят, что уже поставили, не знаю. Уже поставили? Говорят, кто-то говорит, что поставил. Ну, да, я вижу вот камеру у подъезда. Ну, это такое, оно вниз не видит. Лучше, да, конечно, на площадках ставить. Интересно просто, кто этим занимается? Что это за персонажи такие? Ну, вам нравится площадка? Да. Ладно, ребята, давайте. Занимайтесь спортом. Будьте уважительны к старшим. Всего хорошего, ребят. Хорошего дня. Мимо турников не проходим. Итак, друзья, вы все видели и слышали. Удивляют взрослые мужики и боятся камеры. Как так? Прошли войну и очкошники, извините меня за такое выражение, но позор таким мужикам, честно. При виде камеры сразу языки в одно место. Конечно, как будет порядок во дворе, если мужиков мало? В общем, друзья, такими вопросами в любом случае должны заниматься органы власти. Должны устанавливать какие-то камеры и потом выявлять вандалов. Кстати, судя по опросам моим, могу уже сделать вывод, что девушки, женщины намного смелее, чем мужики. Они не боятся на камеру говорить правду, а мужики сразу в норку, в пещерку, позорники. Нет слов. Ладно, друзья, желаю всем вам здравомыслия, смелости. Занимайтесь спортом. Всем мира и добра. Пока.